Слава Украине! Привет всем от Полуанского и Кота Который Кошка. Да, ребята, значит, сегодня интересные новости. Говорят, что двойник Путина уже выехал на встречу с Ким Чен Ыном во Владивосток. Надо сказать, что последние несколько недель вот этого двойника, который ездит сейчас на переговоры с блистательным товарищем Ким Чен Ыном, очень серьезно готовились с тем, чтобы он знал, что отвечать и так далее, что говорить. Понятно, что у него будет суфлер во время переговоров, понятно, что его будут каждый шаг проверять, но в любом случае в Кремле сейчас возобладала такая тенденция, что вот этот двойник иногда работает лучше оригинала. И в принципе, можно вполне... Сейчас Путина, чтобы вы понимали, гримируют в основном под этого двойника, потому что он чаще появляется на публике, чем само вот это пуйло. Да, так с чем связано то, что Путин таки не поехал на встречу с Ким Чен Ыном? Тут есть две причины. Первая более серьезная. Путин боится покушения, потому что он вообще сейчас боится из бункера выходить, практически не выходит. Соответственно, он боится покушения со стороны собственных генералов. После мятежа Пригожина, там у него очень большая проблема, когда он узнал о масштабах, о масштабах заговора против него, когда был вот этот поход Пригожина на Москву, о количестве генералов и офицеров, которые прямо либо косвенно принимали участие в мятеже, он понял, что передвижение по стране, хоть на самолете, хоть... Кстати, на самолете более опасно, потому что вообще непонятно, как его там сейчас ремонтируют, как его обслуживают, он посмотрите на тот самолет, который навернулся в Новосибирской области. Вы думаете, что самолет Пуэла чем-то лучше? Да, конечно же нет, точно такой же. Там двигатели Rolls-Royce, так что, да, на них санкции распространяются по полной программе. Из гей-палок не отремонтируешь и не обслуживаешь этот самолет. Хоть на поезде, хоть на самолете он ехать боится, боится собственных офицеров, собственных генералов, он не знает, как там идут дела, он не уверен, что взяли всех, кто принимал участие в мятеже. Это первая причина, то есть он остается в бункере. Вторая причина та, что они считают блистательного товарища Ким Чен Ына не очень умным. И думают, что он съест эту подмену, не заметит. Тем паче, что все, как говорится, бледнолицые для него на одно лицо. Соответственно, подмены бойца он не заметит. Тем паче, что этот двойник действительно очень похож на Путина. Поэтому вот так вот. И более того, двойник там какой-то у них восточно-экономический форум. Ну, двойник оказался довольно неплохо подготовленным. Он принял участие в этом так называемом форуме, отвечал на какие-то вопросы, что-то там бурчал под нос, что-то там шипел, сипел, пыхтел, рассказывал. И это выглядело довольно натурально. Понятно, что все знали, что это двойник, но тем не менее воспринимали его как Путин. И для россиян, по-моему, вообще там. Там, а вот им все равно, кто у них президент. Путин или лицо похожее на Путин. Ну, пришел там, да типа Путин там. Вот, посмотрите, щечки такие же, плеш такая же. Ну, что там, нормально все. Даже голос похожий. Ну, а в чем проблема? Значит, Путин. Вот и все, по умолчанию принимаем. То есть, этот двойник сейчас довольно неплохо подготовлен, довольно неплохо развит умственно. И он затмил остальных двойников, которые появляются там, ну, значительно реже. И только в случаях, ну, когда уже совсем за трапезно, когда типа Путин поехал к какому-то там трудовому коллективу и так далее. Вот. А на встречу с Ким Чен Ыном все-таки едет двойник такой, более высокого уровня. И, ну, посмотрим, как это расценит товарищ Ким. Он считает, например, что он встречается с оригиналом. Насколько он станет договариваться с двойником, ну, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Хотя может обидеться, может серьезно обидеться. Товарищ Ким, понимаете, когда ведь рано или поздно все равно всплывет в широкой прессе, что это был двойник, и тогда товарищ Ким вообще будет обозлен. То есть, тут такое дело, понимаете, палка о двух концах. С одной стороны, Путин боится ездить и считает Кима дураком. С другой стороны, товарищ Ким чрезвычайно мстителен и совсем далеко не дурак. Далеко не дурак. Он диктатор, но он не дурак. И, соответственно, может отплатить. Может отплатить точно такой же монетой, только в тройне, в десятикратном размере. Поэтому, ну, даст ли он, так называемой России, снаряды, и сколько он их даст, и какие именно. Ну, скажем так, американцы говорят, что это не поможет так называемой России, просто ввиду того, что, ну, Северная Корея сама довольно отстала, и в военном плане тоже. Кот не даст соврать, слышите, да? И вряд ли ее оружие поможет каким-то образом поменять ситуацию на поле боя. Ее снаряды хуже российских. Они есть у нас, кстати, тоже. Есть грады у нас северокорейские. Ну, отзывы о них, так, не самые лучшие, честно говоря. Слава богу, у нас их немного, просто из перехваченных того, что там шло куситом и так далее. Ну, они тоже есть, и такое себе, такое себе удовольствие, вряд ли оно переломит каким-то, но нагадить может. Перелом в войне, конечно, ожидать не приходится, и в силу удаленности Северной Кореи, и в силу того, что, конечно же, Ким Чен Ын не отдаст все, что у него есть. Это один момент. Ну, и второй момент, не окажется ли Ким Чен Ын сильно оскорблен тем, что все-таки навстречу с ним прислали какого-то двойника, тройника, там, вместо оригинального Путина. Ну, посмотрим. Тут еще вопросы, есть ли оригинальный Путин. Продолжение следует...